Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, друзья! На библейском портале Экзегет читаем Ишаяху, книгу пророка Исаии. 17 глава начинается с такими словами. Пророчество о Дамаске. В еврейском оригинале Маса Дамасек. Дамасек – это столица Южно-Сирийского союза городов-государств. Была северная столица Хамат в синодальном переводе Ямаф, а был Дамаск. В 732 году, как известно, Теглат-Пелезер, Теглат-Паласар III, Фиглофилосар синодального перевода или Фул, Пул, он покончил с независимостью Дамаска. Дамаск был захвачен, взят и полностью покорен и стал одной из провинций ново-ассирийской державы. Здесь, в 17 главе, изрекается пророчество о Дамаске. Маса – это грозное пророчество, тяжесть, как говорит о каком-то тяжелом наказании, которое ждет Дамаск. Под Дамаском здесь следует понимать Арам вообще. Один из Арамов, не Арам Нагарайм, а Арам Цова, Дамаск – Южно-Сирийский союз городов-государств, столица которого был Дамесек. Дамесек – так называется этот город. И сегодня этот город существует, как мы знаем. Он является столицей современной Сирии. Культурный слой там превышает 7 метров. То есть 7 метров можно раскапывать вглубь земли и встречать какие-то объекты раскопанные, которые свидетельствуют о том или ином культурном периоде. Изделия рук человеческих археологи находят в Дамаске. И вот этот культурный слой, как мне говорили, там в Сирии составляет до 7 метров. Ну, не вся глава, далеко не вся здесь посвящена. 17 глава пророчества о наказании сирийцев, наказании Дамаска – лишь первая строфа этой главы, первые три стиха. Дальше речь пойдет о другом царстве, об Израильском, о северном царстве со столицей в Шамроне. Итак, пророчество о Дамаске. Маса Дамасек. Вот, Дамасек исключается из числа городов и будет грудой развален. Когда осирийцы захватили Дамаск, они действительно превратили его в грудой развален. Для осирийцев это было обычным делом. Стены города Непокорного, который все-таки потом покоряли, разрушались, каналы засыпались, если они были, сады вырубались, а все жители поголовно истреблялись. Головы затрубленных голов посреди городской площади, массовое сажание на кол. Это были все средства агитации и пропаганды того периода. В ту эпоху радиотелевидения еще не было интернета, поэтому средства наглядной военной агитации были самые прямые и ясные. Чтобы все посмотрели и увидели, ага, если мы не сдадимся, наш город не сдастся, злые осирийцы сделают с нами то же самое. То есть в этих действиях был какой-то вразумительный, назидательный момент для других непокорных царств-государств. Ну, Теглад Паласар, во время которого в правлении которого произошел захват Дамаска в 732 году до нашей эры, он был великим реформатором. По большому счету он, в общем-то, покончил с такой вот истребительной политикой. И одной из главных его реформ была депортация. Он начинал осуществлять широкомасштабную политику депортации. То есть население покоренных городов, за исключением совсем уж бедных людей, амгарец, поголовно депортировалось с пределы коренной Ассирии, даже к ее восточным границам. В свою очередь оттуда заселялись народы. То же самое произойдет с Израильским царством северным, когда Шамрон совсем скоро после Дамаска тоже будет захвачен. Пройдет 10, может быть, максимум 11 лет. И с независимостью Израиля будет покончено. Израильский народ тоже будет депортирован. А заселена будет израильская земля, Ефремова Нагорья, народами пришлыми, которых также депортирует Теглад-Паласар, но уже не Теглад-Паласар, а Саргон. Второй Салмонасар, пятый его преемники, депортируют из пределов коренной Ассирии, из Двуречия. Так возникнет секта самаряна или самаритян, кому как угодно, по версии автора четвертой книги царств. Синкретическая религия самаритян имеет свое начало, свое происхождение вот именно с тех времен, времен эпохи ново-ассирийской державы. Итак, Маса, пророчество о Дамаске. Дамаск исключается из числа городов и будет грудой развален. Потом Дамаск восстановится. Ассирийцев сменят вавилоняне, вавилонян сменят персы. Как многие города, Дамаск будет восстановлен. И сегодня Дамаск существует, считается самой древней столицей из всех столиц современных государств. Города араерские будут покинуты, останутся для стад, которые будут отдыхать там, и некому будет пугать их. Обычная картина для изображения разрушенных городов. Становятся эти жилища в этих городах пристанищем для скота. Дальше, в третьем стихе говорится и о Дамаске и Ефреме. А дальше с четвертого стиха до конца главы будет говориться только о Ефреме, об Израиле, то есть о северном израильском царстве. Не станет твердыни Ефремовой и царство Дамасского с остальной Сирией. Почему здесь Ефрем и Дамаск, то есть израильтяне и сирийцы, упомянуты вместе в одном предложении? И общая судьба их постигает. Многие авторы, комментаторы считают, что пророчество это следует датировать периодом Сиро-Ефраимитской войны, 735-734 годы. Эта война Сиро-Ефраимитская называется, потому что сирийцы объединились с эфраимитами, то есть Дамасское царство с Израильским, для того, чтобы в этой коалиции, в этом союзе напасть на Иудею. И тогда иудейский молодой царь Ахаз попросил защиты у сирийского царя, у Теглад-Паласара, и тот не замедлился прийти с компанией военной и наказать суровый Дамаск и Израиль, отняв четыре пятых территории Израильского царства и покончив полностью с независимостью Дамасского. Вся эта история описывается в 4-й книге царств, и частично мы находим отголоски этой истории у пророка Осии, вот у Исаии, в 1-й главах Исаии мы читали, 7-й главе, 8-й, где описывается та же самая историческая эпоха. Царь Ахаз и агрессия со стороны Дамаска и Шамрона против иудейского царства, против Давидидов. Вот здесь поэтому и Фрем, и Дамаск, то есть Израиль и сирийцы, перечисляются вместе. Что с ними будет? С ними будет то же, что со славой сынов Израилевых, говорит Господь Саваоф. Слава сынов Израилевых к тому времени, имеется в виду Северное царство, давно уже померкла. Вот с этой самой сиро-ефраимитской войны начинается конец Израильского царства. Пройдет 10 лет, и оно навсегда исчезнет с исторической карты. А народ израильский, 10 колен северных, будут депортированы и ассимилированы на сирийских просторах Двуречье и дальше, вплоть до Мидии. Сбудутся многие пророчества, в том числе многие пророчества Исаии. Этот период с сиро-ефраимитской войны до захвата Шамрона, до захвата Самарии, столицы Израильского царства, называют часто историки-археологи агонией Израиля. Израиль сам в этом виноват. Не надо было вступать в союз с Дамасским царством и ополчаться против братского иудейского народа. В союзе с удалопоклонниками. И будет, да, говорит Господь Циваот. То есть это пророчество Исаия лишь озвучивает, а слова принадлежат Богу. И будет в тот день умолиться слава Иакова. Иаков — это Израиль. И тучное тело его сделается тощим. Скудость. Когда отнято четыре пятых территории, и все Израильское царство, когда-то экономически мощное, при Иераваме II, скукожилось до размеров Шамрона и его окрестностей, причем не самые плодородные земли остались. На них, на этих холмах Ефремовного Нагоря растут лишь оливки, огороды там, может быть, какие-то, а все сады, виноградники, вся пшеница, ячмень — это Израильская долина, это Галиль, Галилея, но не совсем не та территория, южная часть Израильского царства, Ефремова Нагорья, которые остались у последних царей Израиля. Последнего царя Израиля звали Гошея, как и пророка, жившего в то время, тоже звали Гошея, Осия. Царь и пророк Осия были тезками. А Исайя — их современники Шаягу Иерусалимский, иудейский пророк. Так вот, продолжаем читать. То же будет, что по собирании хлеба жнецом, когда рука его пожнет колоссий, когда соберет колоссий в долине Рифаимской. Рифаимы — это древние, легендарные, может, во многом мифологические люди, великаны, гиганты, которые населяли Ханаан до завоевания Ханаана израильтянами, и даже раньше, до того, как там поселились семь хананейских народов. Рифаимы упоминаются иногда как замзумимы под другими названиями, и мы порой их встречаем. Между прочим, считается, что Голиад, Голиаф, с которым сражался Давид, он тоже происходил из Рифаимов, из потомков Рифаимов. А слово это необычное, и в псалмах мы встречаем его, например, и в псалме в одном даже непонятной речи идет о врачах или о покойниках, или об этих самых древних гигантах. Ну, вот такая долина, долина, которую населяли Рифаимы. Название этой долины так и осталось в Израиле. И останутся у него, то есть у Израиля, у Якова, как бывает при обивании маслин, две-три ягоды на самой вершине, или четыре-пять на плодоносных ветвях, говорит Господь, Бог Израилев. Уподобляется обитой маслине Израиль. Израиль, как известно, Израильское царство поставляло оливковое масло. Это был, на закате Израиль, это был главный экспортный товар, который Израильское царство экспортировало. Сказано у пророка Осии, в Ассирию посылаются, в Ашур посылаются ангелы, то есть послы, послы посылаются для того, чтобы договариваться, да. И с другой стороны, в Египет отвозится елей, читаем мы в Ассии. Товар отвозится в елей в качестве товара. Из Египта Израиль закупал коней, а Египту поставлял елей, выбитое оливковое масло. Главное топливо в то время, и главный предмет освещения, главное для освещения жилищ используемый материал. Ну вот, оливковое масло. Сами по себе оливки люди научились квасить позднее, а вот оливковое масло, выбитое елей, использовалось во многих областях жизни, начиная от того, что его просто добавляли в пищу и освещали жилища с помощью его, заканчивая тем, что используя его как смягчающее средство при ранениях, то есть в медицине, и для парфюмерии тоже. Елей, от которого блистает лицо его человека, сказано в псалмах. Елей замечательный. Замечательное вот это оливковое масло, замечательный продукт, которыми Господь этим продуктом богато дарил израильскую землю холмы Ефраема. И вот с Израилем будет то же, что с маслиной при ее обивании. Маслины обивают, палками бьют по стволу, по ветвям, для того, чтобы стряхнуть маслины, которые созрели, чтобы они от этих ударов по стволу и ветвям, чтобы они падали. Падающие оливки с земли собирают. Но не всегда получается сбить все оливки. Две-три оливковых плода обязательно остаются, как здесь сказано. Вот мало, совсем мало останется людей у Израиля. В результате сирийского завоевания, последующей депортации, с ее следствием ассимиляции, от Израиля не останется почти ничего. Да, у Луки мы встречаем упоминание колена Ашера. Анна, пророчица Анна, названа дочерью Асира. Событие Сретения. Вот, пожалуй, что единственное в Новом Завете упоминание кого-то из десяти колен. То есть, ко времени Иисуса никого почти не сохранилось. Если говорить о Савле, о Шауле, о Павле, то у нас колено Беньямина – это колено южное, не относившееся к Израильскому царству, а к царству иудейскому. Поэтому беньяминитов осталось больше. А в основном-то остались иудеи, и левиты. То есть, вот эти вот южные представители южных колен. Есть еще одно южное колено – Шимон, Симеон. Но оно довольно рано, еще до христианской эпохи оно растворилось в колене Иуды и, по сути, стало одним целым с иудейским коленом. Простите за такое небольшое отступление. Возвращаемся к тексту. Пророк оплакивает судьбу народа израильского, братского народа по отношению к его, пророка, иудейскому народу. Что же будет в тот день? В тот день, когда обрушится вот это божественное наказание, рукою ассирийцев, на израильский народ. 17 глава, 7 стих. В тот день обратит человек взор свой к Творцу своему, и глаза его будут устремлены к святому Израилеву. Во время этих тяжких, суровых испытаний Израиль вспомнит о своем Господе. Вспомнит не о том, как бы вступить в какую-то очередную антиассирийскую коалицию, или не о том, как заключить очередной вассальный договор с ассирийским царем, а вспомнит о своем договоре, о своем союзе со своим Господом и Владыкой, который назван здесь святым Израилевым. Речь идет о Боге Израиле. И тогда, что произойдет с Израилем? 8 стих. Он не взглянет на жертвенники, на дело рук своих, и не посмотрит на то, что сделали персты его, на кумиры, астарты и ваала. Ашера, ваал, астарта, ваал – это божества. Местные, хананейские, также финикийские, и, конечно, в Двуречии тоже их почитали. Это вечное искушение Израиля, ваализм, эти культы плодородия, связанные со стартой и ваалом, со всеми прелестями этих культов, часто обличаемые эти культы пророками. Израиль, к сожалению, очень сильно увлекался этими культами, погружался в это болото хананейской духовности. И вот понастроил Израиль жертвенников, которых было чрезвычайно много. Чем больше Господь умножал благодеяния Израилю, тем больше Он строил языческих, идольских жертвенников, говорит пророк Осия, например, старший современник Исаии. Так вот, Израиль в годину опасности, в годину испытания не взглянет больше на эти богомерзкие жертвенники дела рук своих. В тот день укрепленные города его будут, как развалены в лесах и на вершинах гор, оставленные пред сынами Израиля, и будет пусто, опустеет земля, опустеет цветущая когда-то в экономическом, военном, политическом, в демографическом отношении царства. Почему же так? Дальше пророк обращается напрямую к израильскому народу. Ибо ты забыл Бога спасения твоего и не вспоминал о скале прибежища твоего. А о ком вспоминал? О Дамаске, с которым вступал в союз военно-политический, сколачивал общую коалиционную армию для того, чтобы напасть на братский иудейский народ, которому Исаия принадлежал и который сам пережил вот эту самую агрессию сиро-ефраимитов. «Оттого развел увеселительные сады и насадил черенки от чужой лозы». Вот непростая вторая половина десятого стиха для понимания, для интерпретации. По всей видимости, под увеселительными садами здесь понимаются тоже чужеземные культы. А культ, связанный с почитанием иноземных божеств, в честь которых эти самые увеселительные сады и устраивались. Чужая лоза, чужой народ, чужая вера. Не надо это все, чужую религию, насаждать на своей земле. Верования чужеземные здесь тоже уподобляются лозе. «В день насаждения твоего ты заботился, чтобы оно росло и чтобы, посеянное тобою, рано расцвело. Но в день собирания не куча жатвы будет, но скорбь жестокая». Израиль испытает эту скорбь в день собирания урожая. Испытает жестокую скорбь вместо ликования, вместо радости, которую испытывает земледелец, когда собирает урожай. «Увы, шум народов многих, шумят они, как шумит море. Рев племен, они ревут, как ревут сильные воды». Огромные полчища, армия обрушились на слабый, плохо защищенный Израиль. Израилю нечего противопоставить. Израиль смог бы победить ассирийцев, если бы на его стороне был Господь. Но Господь принял решение наказать Свой народ рукою ассирийцев. Как сказано у Исаии было в пятой главе. «О, Ашур, жезл гнева моего, и бич в руке его мое негодование». Читали мы не в пятой, конечно же, а в десятой главе, в пятом стихе. «Так вот, ревут народы, как ревут сильные воды, но Он погрозил им Господь, Бог Израилев. И они далеко побежали и были гонимы, как прах по горам от ветра и как пыль от вихря. Хочет Господь, насылает захватчиков на Свой собственный народ. Но едва махнул рукой, едва погрозил рукой своею, антропоморфизм используется, так они, подчиняясь верховному главнокомандующему всех царств и армий, побежались, разбежались, побежали в страхе и в ужасе побежали от этого знака, данного им Богом, как прах по горам от ветра. «Ветер, и вот ужас, и прежде утра уже нет его. Такова участь грабителей наших, жребий разорителей наших». Не должны гордиться те, кого Господь использует как орудие для наказания собственного народа. Если они возгордятся, а чаще всего так и бывает, то Господь с ними поступает так же. Орудие использовало, было использовано, но потом с этим орудием, с этим жезлом гнева Господня, тот, кто это орудие держит в своих руках, он поступает с ним сурово и строго, так же, как поступил со своим народом. Друзья, запись сделается для библейского портала «Экзегет». Спасибо. 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 Спасибо.